Сейчас только что у меня на приеме был больной с гриппом, и он на меня чихал, и я заглядывал ему в рот, и никакая маска меня не спасет от этого больного. Вы привиты субъединичные. Да, я привит субъединичные. Название я, естественно, произвести не буду. Но на сегодняшний день среди тех 5 вакцин от сезонного гриппа, которые зарегистрированы на Украине, все субъединичные. То есть это, я считаю, эти вакцины сейчас нет. Вы считаете, что во время нынешней эпидемии, которая объявлена в западных областях, а еще в нескольких центральных, то во время этой эпидемии все-таки можно этими вакцинами прививаться? Во время эпидемии прививаться субъединичными вакцинами однозначно можно. Но я хочу, чтобы мы четко расставили точки над «и». У нас вакцинация в стране превратилась примерно в то же самое, что язык, газ и голодомор. У нас общество делится отношением к вакцинации примерно так, как оно делится отношением к НАТО. Понимаете? Если я говорю, что я за вакцинацию, то у нашего народа мнение одно. Значит, этот человек куплен с потрохами производителями вакцин. Поэтому я сразу хочу, чтобы мы поняли. Если вы не согласны со мной в отношении вакцинации, если у вас есть, конечно же, другие авторитеты, другие люди, я высказываю свое мнение и вам его не навязываю. Просто так уж сложилось, что все-таки в этом городе, где я лечу детей больше, чем 27 лет, есть достаточно много людей, для которых мое мнение что-то значит. И я готов его озвучивать. Но это вовсе не говорит о том, что соглашаясь со мной или не соглашаясь, мы с вами становимся врагами. Интересно ваше мнение. Так вот, мое мнение по поводу вакцинации. Я хочу, чтобы вы поняли, что если вы привились субъединичной вакциной, то есть это фрагмент вируса, который фактически ответственен за выработку иммунитета. Такие вакцины крайне редко дают серьезные общие реакции. Даже не об осложнениях речь, а о серьезных реакциях. Но чихающему, кашляющему пациенту ее нельзя тоже делать. Я закончу, хорошо? Так вот, эта вакцина никакой супер-мупер-пупер нагрузки на иммунитет не дает, как у нас любят говорить. Прямо после такой вакцинации вы прямо весь ослабленный и готовы завалить чем угодно. Если у вас насморк, но нормальная температура и ненарушенное общее состояние, то с максимально возможной вероятностью никакой у вас не грипп, а какой-то другой респираторный вирус. И поверьте мне, мы ежедневно сталкиваемся с сотнями вирусов. Если в день, когда вы, взрослый человек, сопливый, получите еще и укол субъединичной вакцины, ничего с вами страшного, не приключится. Другой вопрос в том, что мы обсуждаем тему вакцинации тогда, когда есть риск болезни. И не добавится ли этот риск с приливкой? Так вот, еще раз, вы взрослый человек, вы работаете на телевидении, вы общаетесь с сотнями людей, вы молодой, здоровый и с максимально возможной вероятностью от сезонного гриппа не помрете. Но если вы заболеете, у вас будет неделя больничного. И на вас будут косо смотреть ваше начальство, и дома вы перезаражаете всех. И вы принимаете решение. Вы сами. Что мне лучше? Потратить денежку на вакцинацию? Или ваш работодатель думает, может я Сашку привью, чтобы он мне тут не прогуливал, понимаете? Или я лучше поболею, но рисковать не буду. То есть вы сопоставляете риск. Есть тем не менее люди, которых... Я скажу, что я лучше поболею, но рисковать не буду. Это ваше. Вот вы приняли такое решение. Оно на самом деле... К болезни еще дополнительно какие-то такие нагрузки, как от той же самой прививки. Ну если, допустим, насморк, кашель... Насморк и кашель. Насморк и кашель. Александр, еще раз, хочу, чтобы вы поняли. Первые признаки. Но они, не дай бог, могут вырасти еще повышение температуры. Я же вам сказал. Насморк и кашель. Во-первых, я не говорил слово кашель. Я произнес насморк при ненарушенном общем состоянии. Понимаете, беда в чем? Что вы взрослый, интеллигентный мужик, который ведет авторитетную программу. Все для себя уже решили. Понимаете? И вот вы озвучиваете ваше мнение. И огромное количество людей, которые на вас смотрят, а ведь вы никакого отношения не имеете к иммунологии, к инфекционным болезням. Вы не умеете сопоставлять риски. Но вы озвучиваете в прямом эфире свое отношение. Я хочу, чтобы вы поняли, почему так происходит. Потому что на самом деле огромное количество людей с вами согласны. Потому что это количество людей не знает истины. А теперь давайте представим следующее. Вы взрослый человек. Но у вас в доме ваша мама больная с сахарным диабетом. И вот если ваша мама заболеет гриппом, она сидит дома, она пенсионерка. Она не шастает по улицам. У нее мало шансов встретиться с вирусом. Принесет ей вирус ее сын Сашенька. И она заболеет гриппом, который может свести ее в могилу. Потому что грипп для больного с сахарным диабетом смертельно опасная болезнь. Если я живу с молодой женой вдвоем в загородном доме, не общаюсь ни с кем, для кого мой грипп может стать смертельной угрозой, зачем мне прививаться? Зачем? Я могу позволить себе жить за городом. И меня будут кормить в моей книжке. Поверьте мне, мне совсем не надо с вами общаться. Ну понятно, это для каждого индивидуально. Поэтому каждый человек принимает решение осознанно. Что для него есть риск, и есть риск для его близких. Понимаете, да? Если у вас в доме маленький ребенок. Вот лично я советую своим пациентам, еще раз фиксирую внимание, не всем. И не всемирная реализация здравоохранения. А я, доктор Кобровский, советую своим пациентам следующее. Если у вас в доме ребенок первого года жизни, то я не рекомендую его прививать. Я рекомендую прививать тех, кто этому ребенку принесет инфекцию в дом. Понятно, что привить ребенка дешевле и проще, чем привить всю толпу. Но если у вас няня, которая ухаживает за вашим ребенком, и она сторонница или она антипрививочница, значит, я бы своему ребенку нашел другую няню. Я не хочу, чтобы мой ребенок рисковал. Понятно? Если я беру няню, которая для меня кот в мешке, которая будет с моим ребенком носиться и тесно контактировать, и я не знаю, привита ли эта няня от гепатита B, я ее на работу не возьму. А вы даже не задумываетесь об этом, потому что звучит мысль, которая навязывается всем, что зачем прививать ребенка от гепатита B, он же не ходит к стоматологам и не живет половой жизнью. Логично, да? А правду сказать же некому. Правду сказать некому. Потому что врачу с вами связываться неинтересно. Понимаете? Потому что на самом деле с кем спорить? Вы на А говорите Б, а надо рассказывать людям азбучные истины. Понимаете? Вот я вам приведу совершенно элементарный пример. Вся страна обсуждала несчастного мальчика, который погиб в Краматорске. Вся страна. Вы знаете, чем это кончилось? Вот вы знаете? Ну, чем это все закончилось? Да, вот это все обсуждение. Я думаю, что тот человек, который возглавлял тогда эту прививочную кампанию, проверяется следствием. Он был арестован даже. Выводы следствия пока еще точно так и неизвестно. Но предположения постоянно звучали о том, что да, это могла быть вакцина. Могла. Хорошо. Тогда давайте я расскажу вам, чем это кончилось. 30 мая 2008 года, через полтора года назад, на Украине закончила работ комиссия всеми организаций здравоохранения ООН и ЮНЕСКО, которая рассматривала этот случай. После заключения этой комиссии вы, как журналисты, можете обнаружить в любой информационной системе Интернет. На заключение я помню, что вакцина тут ни при чем. Еще раз. Мы можем сразу сказать, для нас, для Украины, ООН не авторитет. ВОЗ куплено с потрохами производителем вакцин. ЮНЕСЕФ – это сборище маркобесов и шарлатанов. Мы можем так сказать, но тогда нам вообще в мировом сообществе делать нечего. Вы понимаете? Если для Украины ООН, ЮНЕСЕФ и ВОЗ не авторитеты, то тогда давайте строить большой-большой, как это у нас называется, еврозабор. Но, что самое интересное, что по итогу рассмотрения того, что они не видят взаимосвязи между смертью и вакцинацией, они выдали настоятельные рекомендации правительству довести до сведения всех граждан страны эти результаты, чтобы не надо вакцинацию превращать в... Это сделано не было. Газеты, которые с утра до ночи кричали большими буквами о том, как вакцина убила мальчика, тем не менее, мнение экспертов мировых не напечатало. И до сих пор вся страна пребывает в абсолютной убежденности в том, что вакцина убила мать. Мы не обсуждаем тему использования на Украине не самой качественной вакцины, которая не прошла адекватную процедуру регистрации. Еще раз говорю. То есть, есть понятие добра и зла. Если же какие-то законы в стране нарушаются, для этого есть СБУ, милиция и так далее. Нас это не интересует. Нас интересует отношение к стране. Я понял. Вопрос в том, многие же начинают сомневаться в качестве этих вакцин. Особенно, если они приходят от той же Всемирной организации здравоохранения. А от кого они еще могут прийти? А от вакцины, которая сейчас придет, например, с России или будет произведена в Украине в их качестве? Вы не сомневаетесь? Но тут как бы мы думаем, что наши ученые там смотрят, они же как-то думают, что это же наши дети, наши люди будут приливаться. Вы что-то такое говорите, у меня прям сердце заболело.